Здравствуйте! На государственном телеканале Западной Армении очередной выпуск новостей сегодня в эфире. Заявление президента Республики Западная Армения. На центральной трассе в Ахалаке уже прокладывают асфальт. Путин. Россия беспокоена массовым исходом христиан с Ближнего Востока. Анкара призывает посла Вашингтона обжаловать две резолюции Палаты представителей. Сирийские стороны конфликта впервые за одним столом. Фестиваль современной классики принят в Армении известных композиторов и исполнителей. У нас была встреча с депутатом Марией Лосяном в национальном собрании. Мы вернулись к вопросу о признании Палаты представителей США геноцида армян, о котором нам сообщили вчера. Я хотела бы сказать от имени президентского совета, от имени национального совета, от имени парламента и от имени нашего правительства, что мы, конечно, приветствуем это признание. Мы очень хорошо знаем, что это признание должно быть принято Сенатом, а затем ратифицировано президентом. Важным в этом признании является период, упомянутый в документе 1915 по 1923 годы. Что означает, что геноцид коренного армянского народа продолжался на территории армянского государства, признанного союзными державами 1920 года и подписанного Севским договором 10 августа 1920 года. Мы можем добавить, что мы напрямую связаны с признанием Соединенными Штатами армянского государства в Западной Армении 11 мая 1920 года, приняв специальную резолюцию, которая привела к подписанию арбитражного решения президента Уильера Уильсона. Это первый шаг. Мы приветствуем этот первый шаг, и мы также приветствуем и благодарим всех тех, кто принял участие в признании этой резолюции. Спасибо всем большое, Армен Акабрамян, президент Республики Западной Армении. С ночи начались работы по прокладке асфальта на улице Агман-Эшебели в Ахалкиалаке. На данный момент проложено с перекрестка Тавису-Плейба-Дарпиняна номер 4 школы. Несмотря на то, что жители близлежащих домов со вчерашнего вечера жалуются на постоянную вибрацию в домах от работы тяжелых катков. Однако то, что уже начался процесс прокладки асфальта, обнадеживает. Неудобство на данной дороге от процесса реабилитации не продлится на всю зиму. В общей сложности будет реабилитировано 16 километров дороги с 70-го километра по 86-й километр магистрали Ахалцихи-Книнацминда. Россия прилагает настойчивые и последовательные усилия, чтобы помочь принести на Ближний Восток мир и стабильность. Как хорошо известно, наша страна многое сделала для борьбы с таким всеобщим злом, как терроризм, в том числе на Ближнем Востоке, в целом на сирийской земле, в частности, и в борьбе с ИГИЛ, цитирует российского президента сайт Кремля. Господин Путин отметил, что сейчас христиане Ближнего Востока находятся в очень тяжелом положении. Это убийство, насилие, грабежи. Мы видим исход христиан с Ближнего Востока, причем массово. Это не может нас не беспокоить, отметил он. По словам президента Российской Федерации, в основе российской самоидентичности лежит христианская культура. И мы не можем, что называется, без слез смотреть на то, что происходит на Ближнем Востоке с христианами, заявил глава государства. Обращаясь к священнослужителям, господин Путин заметил, что ему в целом известно, что происходит на Ближнем Востоке и понятны потребности христиан, но попросил их дать оценку ситуации. И что мы могли бы сделать дополнительно, чтобы вам помочь и вас поддержать, отметил он. Анкара осудила принятие Палаты представителей Конгресса США резолюции, признающей геноцид против армян и резолюцию принятия санкций за нападение на курдских боевиков. Агентство Анадолу цитирует неназванные источники в МИД Турции, в которых говорится, что посол США Дэвид Сеттерфилд был приглашен в среду, чтобы выслушать критику Анкары о двух резолюциях. Турция признает, что многие армяне были убиты османскими войсками во время Первой мировой войны, но отвергает утверждение о том, что полтора миллиона армян были убиты в результате запланированного геноцида. Палата представителей США подавляющим большинством голосов приняла резолюцию 296 о признании геноцида против армян. Выступая в среду, президент Турции Реджеп Тайпер Даганз отметил, что армянская резолюция бесполезна в глазах Анкары и что Турция не признает ее. Он также отметил, что турецкий парламент отреагирует на новые резолюции. Министр иностранных дел Турции Дмивлюд Чавушуглу также отверг резолюцию как пример использования истории в политике. Во вторник палата также приняла законопроект, предусматривающий дополнительные санкции против Турции за нападение на курдских боевиков. Спецпосланник Генсека ООН по Сирии Гейер Петерсон официально объявил о старте работы в Женеве Конституционного комитета Сирии. Петерсон подчеркнул, что запуск Конституционного комитета является историческим моментом, так как впервые 50 деликатов от правительства и 50 деликатов от оппозиции сидят друг напротив друга, а также два сопредседателя рядом друг с другом, чтобы вместе работать над ключевым проектом. По его словам, историческим является также полноправное участие в Комитете представителей от гражданского общества. Композиторский фестиваль «Современные классики», который пройдет с 1 по 9 ноября, соберет в Ереване легендарных композиторов наших дней – Цыгана Чена, Кшиштофа Пиндерецкого, Алексея Шора, Георгса Пелетсиса, Александра Чайковского и Карла Дженкинса. К ним присоединятся и наш любимый маэстро Тигран Нансурян. Как передает Армен Пресс, каждый из фестивалей и концертов будет посвящен одному композитору. Во время концертов будут представлены произведения авторов. Концерты состоятся под руководством дирижеров Сергея Самбатяна, Эдуарда Топчана, Карла Дженкинса и Кшиштофа Пиндерецкого. Организаторы композиторского фестиваля «Современные классики», Государственный симфонический оркестр Армении, Фонд культурного содействия Европы. Фестиваль проводится при содействии Министерства образования, науки и культуры спорта Республики Армения. На сегодня у нас все. Далее мы представим вашему вниманию масок. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Оставайтесь миром.